Украина получит грант от Всемирного банка на сумму 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила украинская министерство финансов. Деньги выделили США. Средства будут переведены в общий донорский фонд поддержки Украины. Грант потратят на пенсии, социальные выплаты и медицинские расходы. Тем временем в Пентагоне также сообщили о новом пакете военной помощи для Укиева. Что в него войдет, далее в сюжете. Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет оборонной помощи. Его общая стоимость 1 миллиард долларов, сообщили в Пентагоне. В него вошли дополнительные боеприпасы для артиллерийской ракетной системы «Хаймерс», снаряды калибра 155 мм, минометные системы и снаряды к ним. В пакете также будут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов «Насом» с 1000 джавелинов, противотанковые системы, бронированные медицинские автомобили, взрывчатка и подрывное оборудование. В украинском МИД сообщили, что выделенная помощь – свидетельство того, что между США и Украиной сохраняются доверительные отношения. Решение о выделении нового оборонного пакета от Соединенных Штатов стоимостью в 1 миллиард долларов, который включает самое современное оружие – это лучший аргумент для тех, кто утверждает, что между Украиной и США якобы нет доверия. Партнеры все знают, и высокий уровень доверия присутствует. Просто нужно сохранять холодный ум и побеждать в информационной войне. США также впервые подтвердили передачу Украине противорадиолокационных ракет «Харм». Их можно запускать с самолетов и поражать цель на расстоянии 150 километров. Кроме того, Белый дом выделил Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов бюджетной помощи. Деньги будут поступать поэтапно. Первый транш Киев получит уже в августе. Соединенные Штаты Америки выделили уже 9 миллиардов 800 миллионов долларов оборонной помощи Украине. Это общая сумма с начала работы администрации Байдена. Она также включает в себя 9 миллиардов 100 миллионов, которые передали Украине после российского неспровоцированного вторжения. О том, что ближайшие два месяца могут решить исход войны, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News. По его словам, сейчас все ждут контрнаступления Украины на юге. От его успеха зависит, могут ли состояться мирные переговоры или будет достигнуто прекращение огня. Россия применяет на Донбассе тактику ковровых бомбардировок. Однако без высокоточного оружия ее прогресс неутешителен для Кремля. Все ждут контрнаступления, потому что его успех создаст ситуацию, при которой могут состояться какие-то переговоры, будь то мирные или хотя бы прекращение огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут оказаться решающими. Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым. В этом уверен бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» он заявил, что перелом на фронте случится к концу года. Дальше российскую армию ждет тяжелая зима. Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым. Пять лет назад было мнение, что Донбасс России не нужен, поэтому его, вероятно, можно будет вернуть быстрее. А возвращение Крыма займет больше времени. Но теперь война разбила все эти соображения. Сейчас на кону все. У Путина без этого не исчезнет имперский аппетит. Поэтому рискованно оставлять даже Крым в руках России. Остановить российский туризм ЕС призвала премьер-министр Эстонии Кайя Калас. В своем твиттере она написала, что пока из России не летают самолеты, большая часть граждан РФ попадают в Европу через Эстонию, Латвию и Финляндию. Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией сейчас закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, тяжесть несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия. Самое время прекратить туризм из России. Тем временем еще два судна сельскохозяйственной продукции отправились из Одесской области по зерновому коридору. Одно из них везет кукурузу в Южную Корею, второе – подсолнечник в Турцию. В то же время стало известно, что ливанский покупатель отказался от зерна, привезенного в порт Триполи на первом корабле, который отправился из Украины в рамках зернового коридора. Посольство Украины в Ливане сообщило, что покупатель сослался на то, что ждал товар слишком долго. В администрации морских портов Украины сообщили, что с начала работы зерновых коридоров удалось вывезти уже 370 тысяч тонн продовольствия.